Таблетки Airtal, нестероидное, противовоспалительное и противоревматическое средство. Форма выпуска, таблетки покрытые оболочкой. Дозировка, 100 мг. Количество в упаковке, 20 штук. 2 блистра по 10 таблеток. МНН, ациклофенак. ФЦБ, НПВП. Состав. Каждая таблетка содержит действующее вещество, 100 мг ациклофенака. Вспомогательные вещества, ядро, глицерол и дистриарат, натрия, кроскармелоза, повидон, целлюлоза микропристаллическая точка оболочка, сепи фильм 752, белый, гидроксипропилметилцеллюлоза, целлюлоза микропристаллическая, титанодиоксид, Е171, макроболостеорат, тип 1. Описание. Круглые, двояково-пуклые таблетки белого цвета, покрытые пленочной оболочкой, диаметром около 8 мм. На одной стороне таблетки гравировкой. Фармакотерапевтическая группа. Нестероидные противовоспалительные и противоревматические средства. Производные уксусной кислоты и их аналоги .кот и ITX, М01-16. Экологические свойства. Фармакодинамика. Ациклофенак – это нестероидное средство с противовоспалительными и обезболивающими эффектами. Считается, что механизм действия данного препарата основан на ингибировании синтеза простогландина фармакокинетика. Абсорбция, после приема внутрь ациклофенак быстро всасывается, его биодоступность составляет почти 100%. Максимальная плазменная концентрация достигается спустя приблизительно от 1,25 до 3 часов после приема. Прием пищи замедляет всасывание, но не влияет на его стекень точка распределения, ациклофенак в высокой степени связывается с белками плазмы. Ациклофенак проникает в синавиальную жидкость, где его концентрация достигает приблизительно 60% от его концентрации в плазме. Объем распределения составляет приблизительно выведение, средний период полувыведения составляет 4-4,3 часа. Приблизительно 2 трети принятых дозы выводится с мочой, в основном в виде конъюгированных гидроксиметаболитов. Только 1% однократной пероральной дозы выводится в неизмененном визе точка ациклофенак, возможно, метаболизируется CYP2C9 в основной метаболит 4-он ациклофенак, чей вклад в клиническое действие препарата, скорее всего, является минимальным. Биклофенак и 4-он биклофенак были обнаружены среди многих метаболитов. Особые популяции. Нет различий в фармакокинетике ациклофенака у пожилых пациентов. Более медленное выведение ациклофенака наблюдалось у пациентов с пониженной функцией печени после однократного применения препарата. В исследовании многократного применения при приеме 100 мг 1 раз в день не наблюдалось различий в фармакокинетических параметрах у участников с родами печени легкой или умеренной степени и здоровых добровольцев. Точка у пациентов с нарушениями функции почек легкой или умеренной степени не наблюдалось клинически значимых различий в фармакокинетических показателях после однократного приема. Показания к применению. При остеоартрите, ревматоидном артрите и анкилозирующем фондилоартрите и других заболеваниях опорно-двигательного аппарата, сопровождающихся болью, например, плечо-поточной периартрите и другие внесуставные проявления ревматизма. Для устранения боли, такой, как поясничная, зубная боли и первичная зисменария. Противопоказания. Ациклофенат противопоказан в следующих случаях. Гиперчувствительность к активному веществу или другим вспомогательным веществам, перечисленным в разделе, состав, пациенты, у которых вещества с таким же действием, например, ацетилсалициловая кислота или другие НПВП, провоцировали приступы астмы, бронхосподма, острого ринита или крапивницы, или если имеется гиперчувствительность к этим веществам, пациенты, у которых были случаи кровосечения или прободения желудочно-кишечного тракта из-за приема. НПВП. Пациенты с острой, рецидивирующей или возможной язвой желудка или двенадцатиперстной кишки или кровосечением в анамнезе, два или более явных и загаданных эпизода язвы или кровосечения, пациенты с острым кровосечением или заболеваниями, сопровождающимися кровосечениями, гемофилия или нарушение свертываемости крови, сердечная недостаточность, функциональный класс 2, 4 по НУА и ИЧИ, ишемическая болезнь сердца, заболевание периферических артерий или церебровоокулярное заболевание. Тяжелые нарушения функции печени и почек точка при беременности, особенно в последнем триместре, за исключением серьезных показаний к применению. В таком случае следует использовать минимальную эффективную дозу. Применение при беременности и в период грудного вскармливания. Беременность точка нет данных в использовании ациклофенака при беременности точка ингибирования синтеза простагландина может неблагоприятно влиять на течение беременности и слэш или развитие эмбриона слэш плода. Доточка данных эпидемиологических исследований указывает на увеличение риска вукидыша, развития порока сердца и гастрошизиса после использования ингибиторов синтеза простагландина на ранних этапах беременности. Абсолютный риск развития порока сердца возрастает с менее 1% до приблизительно 1,5%. Риск увеличивается с увеличением дозы и продолжительности лечения точка у животных прием ингибиторов синтеза простагландина приводит в результате к приепости имплантационной гибели плода и смертности эмбриона и плода. В дополнение, увеличивается количество случаев различных пороков, включая порок сердца, у животных, получающих ингибиторы синтеза простагландина в течение арганогенеза. В течение 1-го и 2-го триместра беременности препараты, содержащие ациклофенак, не назначают без крайней необходимости. Если ациклофенак принимает женщина, планирующая беременность, или находится в 1-м или 2-м триместре беременности, доза должна быть максимально низкой, а продолжительность лечения максимально короткой точкой в течение 3-го триместра беременности все ингибиторы синтеза простагландина могут влиять на плод, обладая карбиолегочной токсичностью, преждевременным закрытием артериального протока и легочной гипертензией могут влиять на плод, вызывая дисфункцию почек, которая может привести к почечной недостаточности и малобобию точкам матери и новорожденной в конце беременности. Препарат может влиять на продолжительность кровотечения, из-за антиагрегантного эффекта, который может развиться даже после применения очень низких доз. Препарат может ингибировать сокращение матки, приводя к задержке родов или затяжным родом. Таким образом, использование ациклофенака противопоказано в третьем преместре беременности. Лактация. Нет информации о проникновении ациклофенака в грудное молоко. Однако не отмечалось до местного проникновения меченого радиоизотопа, С-14, ациклофенака в молоко кормящих крыс. Решение о продолжении флеш прекращения грудного вскармливания или применении ациклофенака принимается после оценки пользы грудного вскармливания для ребенка и пользы приема ациклофенака для матери. Применение ациклофенака следует избегать при беременности и лаптации, кроме тех случаев, когда потенциальная польза для матери превышает возможные риски для плода. Фертильность Применение аертала, как и других ингибиторов синтеза циклоксидиназы слэш-простагландина, может смежать фертильность и не рекомендуется женщинам, планирующим детей. Женщинам, имеющим трудности с зачатием или проходящим исследованием фертильности, следует прекратить прием аертала. Способ применения и дозы Нежелательные явления могут быть минимизированы путем уменьшения продолжительности лечения, необходимого для контроля симптомов. Точка аертал-таблетки, покрытая пленочной оболочкой, 100 мг предназначен для приема внутрь, таблетку следует проглатывать, запивая как минимум половиной стакана воды. Аертал-100 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой, можно принимать во время езды. Взрослые, максимальная рекомендуемая доза составляет 200 мг в день, в два отдельных приема по 100 мг, одна таблетка, покрытая пленочной оболочкой, утром и одна вечером. Точка дети, нет данных об эффективности и безопасности приема препарата у детей. Пожилые, обычно нет необходимости в уменьшении дозы, однако необходимо соблюдение мер предосторожности, указанных в разделе «Меры предосторожности при применении». Точка причиночная недостаточность, дозу ациклофенака следует уменьшить у пациентов с заболеваниями печени слабой или умеренной степени. Рекомендуемая начальная доза составляет 100 мг в день. Точка почечная недостаточность, нет данных о необходимости уменьшения дозы ациклофенака у пациентов с нарушением функции почек легкой степени, но следует соблюдать осторожность при применении аэртолатаблеток, покрытых пленочной оболочкой, 100 мг. Побочное действие. Нарушение со стороны желудочно-кишечного тракта. Большинство обычно наблюдаемых побочных явлений – это нарушение со стороны желудочно-кишечного тракта. Могут возникнуть ядва желудка, проводение или кровотечение из ЖКТ, иногда приводящие к летальному исходу, особенно у пожилых пациентов. При приеме НПВП наблюдались тошнота, рвота, диарея, вздутие кишечника, запор, дискепсия, боль в желудке, милина, кровавая рвота, язвенный стоматит, обострение колиток и болезнь Крона. Менее часто наблюдался гастрит. В связи с приемом НПВП сообщалось о развитии отека, артериальной гипертензии и сердечной недостаточности. Клинические исследования и эпидемиологические данные показывают, что некоторые НПВП, особенно при приеме высоких доз и длительном применении, могут незначительно увеличивать риск артериальных тромботических явлений, например, инфаркт миокарда или инсульт, точка нарушения со стороны почек и мочевыводящих путей, интерстициальный нефрит, точка нарушения со стороны кожи. В откожной клетчатке, булезной реакции, включая синдром Стивенса-Джонсона и токсический эпидермальный некролиз, очень редко, точка в особых случаях наблюдались серьезные кожные инфекции и инфекции мягких тканей при приеме НПВП во время заболевания ветреной оспы. Передозировка Нет данных о передозировке ациклофенака у человека, точка симптомы, включая головную боль, тошноту, рвоту, боль вот и гастреи, раздражение желудочно-кишечного тракта, желудочно-кишечное кровотечение, редко диарею, безориентацию, возбуждение, кому, сонливость, было в окружении, шум в ушах, гипотензию, угнетение дыхания, обмороки, редко судороги. В случае тяжелого отравления возможна острая почечная недостаточность и поражение печени. В случае точка лечения отравления при необходимости следует провести симптоматическую терапию. В течение одного часа после приема токсического количества препарата следует принять активированный уголь. В качестве альтернативы у взрослых пациентов в первый час после приема потенциально жизнеугрожающей дозы можно рассматривать промывание желудка. Специфические мероприятия, такие как гемодиализ или гемоперфузия, вероятно, неэффективны в выведении НПВС вследствие высокой степени их связывания с белками и экстенсивному метаболизму. Следует обеспечить хороший диурез, а также тщательно следить за функцией почек и печени. Пациент должен находиться под наблюдением, как минимум, 4 часа после приема потенциально токсичной дозы. При развитии частых или продолжительных судорог следует использовать внутривенное введение диадипама. Могут понадобиться иные мероприятия в зависимости от клинического состояния пациента. Лечение острого отравления НПВС в основном заключается в поддерживающей симптоматической терапии. Взаимодействие с другими лекарственными препаратами Исследований взаимодействия препаратов не проводилось, за исключением варфаина. Ациклофенак метаболизируется при помощи цитахрома P45029, и данные инвитро показывают, что ациклофенак может быть ингибитором этого фермента. Таким образом, риск фармакокинетического взаимодействия возможен при одновременном приеме с фенитином, с амитизином, талбутамидом, фенилбутазоном, амедраном, миконазолом и сульфофеназолом. Как и в случае с другими препаратами НПВП-группы, также увеличивается риск фармакокинетического взаимодействия с другими препаратами, которые вывозятся из организма путем активной почечной секреции, такими как метатрексат и препараты лития. Ациклофенак практически полностью связывается с альбумином плазмой, следовательно, есть возможность взаимодействия по типу вытеснения с другими препаратами, связывающимися с белками. Точка из-за недостатка исследований фармакокинетического взаимодействия ациклофенака. Следующая информация основана на данных о других НПВП, следует избегать одновременного применения метатрексат. НПВП ингибирует канальцевую секрецию метатрексата, более того, может наблюдаться небольшое метаболическое взаимодействие, что приводит к уменьшению клиренса метатрексата. Поэтому при применении высоких доз метатрексата следует избегать назначение НПВП-препараты лития-ридигоксин. Некоторые НПВП ингибируют почечный клиренс лития-ридигоксина, что приводит к увеличению концентрации в сыворотке обоих веществ. Следует избегать совместного применения, если не проводится частый мониторинг концентрации лития-ридигоксина. Антикоагулянты, НПВП ингибирует агрегацию тромбоцитов и повреждают слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта, что может привести к усилению действия антикоагулянтов и увеличить риск кровотечения из желудочно-кишечного тракта у пациентов, принимающих антикоагулянты. Следует избегать совместного применения ациклофенака и пероральных антикоагулянтов кумариновой группы, теплопидина и тромболитиков, если не проводится тщательный мониторинг состояния пациента, то в ка антиагрегантные средства и селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, эсестриз, при совместном применении с НПВП могут увеличивать риск кровотечения из желудочно-кишечного тракта.Следующие комбинации требуют подбора дозы и применения с осторожностью, метатрексат, следует иметь в виду возможное взаимодействие НПВП и метатрексата, даже при низкой доде метатрексата, особенно у пациентов с нарушениями функции почек. При одновременном приеме следует контролировать показатели функции почек. Следует соблюдать осторожность, если оба препарата, НПВП и метатрексат, принимались в течение 24 часов, так как концентрация метатрексата может увеличиться, что увеличит токсичность данного препарата, точка циклоспорин, так роль мус, при одновременном приеме НПВП с циклоспорином или так роль мусом следует учитывать риск повышенной нефротоксичности из-за снижения образования почечного простоциклина. Поэтому при одновременном приеме следует тщательно контролировать показатели функции почек.другие НПВП, при одновременном приеме ацетилсарицеловой кислоты или других НПВП может увеличиться частота возникновения побочных явлений, поэтому следует соблюдать осторожность, точка кортикостероиды, возрастает риск возникновения ядвы или кровотечения из желудочно-кишечного тракта. Диуретики, ациклофенак, как и другие НПВП, может ингибировать активность диуретиков, может уменьшать диуретический эффект форосиниза и буметаниза и антигипертензивный эффект диазидов. Совместный прием с калий сберегающими диуретиками может привести к увеличению содержания калия, следовательно, необходимо регулярно контролировать содержание калия в сыворотке крови. Ациклофенак не влиял на контроль артериального давления при совместном применении с бендрофлуазидом, хотя нельзя исключить взаимодействие с другими диуретиками .гипотензивные препараты, НПВП могут также уменьшать эффект гипотензивных препаратов. Совместный прием ингибиторов АПФ или антагонистов рецепторов андиотензина 2 и НПВП может привести к нарушению функции почек. Риск возникновения острой почечной недостаточности, которая обычно носит обративый характер, может возрастать у некоторых пациентов с нарушениями функции почек, например, у пожилых или обезвоженных пациентов. Поэтому при совместном применении с НПВП следует соблюдать осторожность, особенно у пожилых пациентов. Пациенты должны потреблять необходимое количество жидкостей и находиться под соответствующим наблюдением, контроль функции почек в начале совместного применения и периодически в ходе лечения, .гипогликемические средства, клинические исследования показывают, что гиклофенак может применяться совместно с пероральными гипогликемическими средствами без влияния на их клинический эффект. Однако имеются отдельные сообщения о гипогликемических и гипергликемических эффектах препарата. Таким образом, при приеме ациклофенака следует провести коррекцию ДОВ препаратов, которые могут вызвать гипогликемию Зидовудин, при одновременном приеме НПВП и Зидовудина возрастает риск гематологической токсичности. Имеются данные о повеличении риска возникновения гемортрозов и гематому ВИЧ, плюс пациентов с гемофилией, получающих Зидовудин и Эбупрофен. Меры предосторожности при применении. Следует избегать одновременного приема АРТЛА и других НПВП, включая селективные ингибиторы циклоксигеназы 2. Нежелательные явления могут быть минимизированы путем применения минимально эффективной дозы и уменьшения продолжительности лечения, необходимого для контроля симптомов, точка влияния на желудочно-кишечный тракт, кровотечение, язва или пробудение ЖКТ с летальным исходом наблюдались при приеме любых НПВП в любой период лечения, как при наличии опасных симптомов, так и без них, как при наличии в анамнезе серьезных патологических состояний ЖКТ, так и без них точка риск кровотечения, образование язвы и пробудение ЖКТ возрастает с увеличением до ДНПВП у пациентов, у которых наблюдалась язва, особенно если она сопровождалась кровоизлиянием или пробудением, и у пожилых пациентов. Этим пациентам следует принимать минимальную эффективную дозу препарата. Им необходима комбинированная терапия с применением препаратов-продекторов, например, мезопростол, или ингибиторы протонной помпы, также подобная терапия необходима пациентам, которые принимают небольшие дозы астерина или других препаратов, которые негативно влияют на состояние желудочно-кишечного тракта. Пациенты с заболеваниями ЖКТ, в том числе пожилые, должны сообщать о любых необычных симптомах, связанных с ЖКТ, особенно кровотечении, в том числе при первичном приеме препарата. Особую осторожность следует соблюдать пациентам, одновременно принимающим препараты, которые могут повысить риск возникновения кровотечения или язвы, такие как системные картикостероиды, антикоагулянты, такие как варфарин, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина или антиагреганты, такие как ацетилсалициловая кислота. Точка при возникновении кровотечения или язвы ЖКТ у пациентов, принимающих аиртал, лечения должно быть отменено. Точка влияния на сердечно-сосудистую и центральную нервную. Систему . для пациентов с артериальной гипертензией и слышали застойные сердечные недостаточности в легкой или умеренной степени необходимы, соответствующий мониторинг и особые указания, так как сообщалось о задержке жидкости в организме и отсеках, ассоциированных с приемом НПВП. Клинические исследования и эпидемиологические данные показывают, что применение некоторых НПВП, в частности, в высоких додах и при длительном применении, может несущественно увеличивать риск артериальных тромботических явлений. Например. Инфаркта миокарда или инсульта Нет достоверных данных об отсутствии этого риска при приеме ациклофенака. Пациентам с неконтролируемой артериальной гипертензией, сердечной недостаточностью, функциональной класса 1 по NYHE, с достойной сердечной недостаточностью, с факторами риска для сердечно-сосудистой системы, например, артериальная гипертензия, гиперлипидемия, сахарный диабет и курение, а также с наличием банамнезе мозговых кровоизлияний, следует соблюдать особую осторожность при приеме ациклофенака. Ациклофенак следует принимать с осторожностью и под наблюдением врача-пациентам при ниже указанных состояниях, так как существует угроза обострения заболевания, симптомы, свидетельствующие о наличии заболевания желудочно-тишечного тракта, включая его верхние и нижние отделы наличия в анамнезе язвы, кровотечения или пробудения желудочно-тишечного тракта язвенный калибр, болезнь крона, склонность к кровотечениям, СКВ, системная красная волчанка, порфирия и нарушение гемопоэза и гемостаза. Ациклофенак следует применять с осторожностью и под наблюдением врача-пациентам с геморрагическим инсультом в анамнезе точка влияния на печень и почки. Прием НПВП может вызвать дозазависимую редукцию обрадования простагландина и внезапную почечную недостаточность. Важность простагландина для обеспечения почечного кровотока следует учитывать при приеме препарата у пациентов с нарушением функции сердца, почек или печени, у лиц, получающих диулетики, или у пациентов после хирургического вмешательства, а также у пожилых пациентов. Следует соблюдать осторожность при приеме препарата у пациентов с нарушениями функции печени и почек легкой или умеренной степени, а также у пациентов с другими состояниями, предрасполагающими к задержке жидкости в организме. У этих пациентов использование НПВП может привести к нарушению функции почек и к задержке жидкости. Также следует соблюдать осторожность при приеме аэртала у пациентов, принимающих диулетики, или у лиц с повышенным риском гиповолемии. Необходима минимальная эффективная доза и регулярный врачебный контроль за функцией почек. Явления со стороны почек обычно разрешаются после прекращения приема ациклофенака. Точка приема ациклофенака следует прекратить, если изменения показателей функции печени сохраняются или ухудшаются, развиваются клинические признаки или симптомы заболеваний печени, либо возникают другие проявления, эозинофилия, сыпь. Гепатит может развиться без прозромальных симптомов. Точка применения НПВП у пациентов в печеночной порфирии может спровоцировать приступ. Точка гиперчувствительности кожной реакции. Точка как и другие НПВП, препарат может вызвать аллергические реакции, включая анафилактические слэш-анафилактоидные реакции, даже если препарат принимается впервые. Тяжелые кожные реакции, некоторые из которых могут привести к летальному исходу, включая эксфолиативный дерматиз, синдром Стивенса-Джонсона и токсический эпидермальный некролиз, после приема НПВП наблюдались очень редко. Самый высокий риск возникновения этих реакций у пациентов наблюдается в начале приема препарата, также развитие данных нежелательных реакций наблюдается в течение первого месяца приема препарата. При возникновении кожной сыпи, повреждении на слизистой оболочки полости рта или других признаков гиперчувствительности следует прекратить прием ациклофенака. В особых случаях, при ветреной оспе могут возникнуть осложнения, серьезные инфекции кожи и мягких тканей. В настоящее время нельзя исключать роль НПВП в ухудшении течения этих инфекций. Поэтому следует избегать приема аертала, таблеток, покрытых пленочной оболочкой. 100 мг при ветреной оспе. Гематологические нарушения ациклофенак может вызвать обратимое ингибирование агрегации тромбоцитов. Нарушение со стороны дыхательной системы. Время или в анамнезе, так как прием НПВП может спровоцировать развитие внезапного бронхозподма у таких пациентов, точка пожилые. Следует соблюдать осторожность при приеме препарата у пожилых пациентов, так как у них чаще возникают побочные явления, особенно кровотечение и пробудение желудочно-кишечного тракта при приеме НПВП. Осложнения могут привести к летальному исходу. К тому же, пожилые пациенты чаще страдают от заболеваний почек, печени или сердечно-сосудистой системы. Длительное применение. Все пациенты, получающие длительное лечение нестероидными противовоспалительными препаратами, должны находиться под тщательным наблюдением, например, общий анализ крови, функциональные печеночные и почечные тесты. Влияние на способность к управлению транспортными средствами и на работу с механизмами. Пациенты, у которых наблюдались такие явления, как слабость, головокружение, вертига, тошнота или другие симптомы со стороны центральной нервной системы, при приеме НПВП не должны управлять автотранспортом или другими опасными механизмами. Упаковка 20 таблеток 2 в блестрофа 10 таблеток точка, покрытых кленочной оболочкой, в блестили из паслыша и флышковых от пленки и фольги алюминиевой. 2 в блестрофа 10 таблеток в картонной коробке с приложенной инструкцией по применению. Условия хранения хранить при температуре не выше 25 градусов Цельсия. Хранить в недоступном для детей месте. Срок годности 3 года. Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке. Условия отпуска из аптек и рецептов. Производитель ОАО «Гизион Рихтер» 1103 Будапешт, улица Демрюи, 19, 21, Ленгрия.